Помните, раньше были фильмы, что человек можно было заморозить, его разворозить через детство, и, может быть, его излечать из безвестницы, какого-то зуба забыли. Значит, можно отянуть всё. Ну, не буквально, в смысле, но, по крайней мере, склабировать уже можно. Посмотрите, слева, замороженная мышка, она пролежала в морозильнике, у нас возникалась в штанской. Жалко, да. Но, что они сделали? Они взяли склеточки, выделили ядро. Ядро имплантировали здоровую ветку живой мыши. И клонировали. И вот, вот серая мышка, это клон той замороженной мыши. Представляете, белую замороженную мышь, её планировали оживили. Где же её можно применить на практике? Я вам, да, каждый из нас может заморозить. Да? В 16 сентябре лежать в морозильнике. Это можно применить. Ваши линей, мамонта. А лет десять назад, может даже быть, в Сибири нашли хорошо сохранившегося замороженного мотёнка. И японцы решили, мы его спланировали и поместим в зоопарк. Как же вам можно спланировать? То же самое и тоже применить. То есть, собрать это ядро. Ставить передачу вам, кто его выносил. Ставить, да, ставить эту японту, обмазку. Африканская сторона. И если погиб, нарядить, помыть только. И может быть, телевизор голевый телевизор. Ну, кто так, может быть, это третий ручный этап, может быть, здесь, но это дело уже завораживает теперь. Ну, только через один-то один не хожу. На этой оптимистичной ноте. Свой лекции, если у вас есть вопросы, я буду рад. Вопросы, спасибо. Вопросы? Спасибо. Я хочу сказать, уважаемые коллеги. Я хочу сказать, что мы его не специалист в области, я не знаю, геночной технологии, да? Ну, обычный врач. Он не специалист в области, это, о чем он сегодня рассказывает. Он просто думающий медик или думающий умный человек, который нам популярный тело изложил всего лишь небольшую часть того, что творится сегодня в мировой, частности, в русской медицине. Каждый из вас можете зайти в интернет, вытащить на эту тему всю и всех вещей, литературу. Можете подрискутировать. Особенно, который, если, по вкладу в федерологию, не сам. Для этого можно, можно соглашаться, не соглашаться. Но, в серии, в серии, в этом вопросе, как на трансфер, да, он переносит то, что видит, то, что знает, то есть, и ты, и ты, и ты, и нам. И вот стоит такой вопрос. Вот здесь сидят молодые люди. Вот куда уходит медицина. И вот здесь дают в Проказательском университете пробку поддержки роботов или внедрения роботов в медицине. Вот если вы сидящие молодые люди, вы хотите что-то по новому, новой технологии, как они визеляются в медиа, хотите создать такую рабочую группу, и у вас все подешевле. Весь этим профессора у нас будут и много, и много, и много тяжелых. И такие открытия цифры. Но, понимаете, вот вы молодые люди, вам завтра с ними конкурировать. И японские студенты все эти вещи знают не понаслышке, они участвуют в этом процессе. Вы от них отстали. Мы от них отстали, ладно, но вы-то, вы должны с ними конкурировать завтра. И поэтому рабочие. Кого интересуют вот эти нововведения? Кто хочет в этом университете создать какие-то центры, трансферты, по крайней мере, анализы, обзоры, что творится в мире? Делать, пожалуйста. Делать. 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 И на этом даже у вас. Будние, у вас заедят. Эти будни, да? Квартира, взор, там жена плохая, там муж пьет, там дети расстабливаются, я знаю, там, хорми, там, жуклоповрач душа, там, право веление убивает, Больные все с истерикой и так далее, и так далее. И сейчас вот эта жёсткая жизнь. Но у нас должна осветиться вот такими большими перспективами. И вы должны, да, какое-то время, на празднике, должны вернуться сюда или туда, в любой научный центр. Вы должны продвигать эту медицину. Нет медицины где, японской, нет медицины казахской, я не знаю, японской, есть её величество, она является. Врачи не в Африке, врачи. Поэтому давайте сейчас, а что будет потом, и университет готов сейчас. Вот эти клетки, они снова должны, но не что будет потом, через 2-3-5 клеток. Я думаю, что... Да, врачи, в пункте, мы будем, и сколько в Африке, мы будем, и сколько в Африке, мы будем, и сколько в Африке, мы будем, и сколько в Африке. В Африке сейчас последний край в Испании. Я говорю, это самый конкретный японский совершенствует, меня это. Самый больший распространение медовидений, даже и в Соединенных Штатах, а в Японии. В Корее, но не корейский, скорее всего, университет. У них 2, давайте, наверное, даже в Корее 2 раза будет медовидчей. В России будет заширять 7 медовидчей. А достану 4. Но это всего лишь первый этап. Хотя, как вот эти сотовые дефроны, через 2-3 года уже будет медовидчей, я не знаю вообще. Более модифицированные, более лучшие модели. Не надо быть вполосить от этих вещей. Все очень быстро двигается. Все быстро двигается. Прямо темпом решено. Вот эти японские технологии, конечно, говорят, то, что вы здесь собираетесь, здесь жировую ткань, здесь лечить диабет, лечить качественные технологии, но вы не поддерживаете вас. И любая, которая сейчас, для человека, на общество, он не поддерживает. Так, есть кто-то еще, кто-то комментировал, кто-то, я не знаю, пополнил, что-то сказал. А вот здесь, где-то еще. А вот здесь, где-то еще. А вот здесь, где-то еще. Если бы у нас открывается новая линка, Мы ищем инновационную технологию, которую мы могли бы не дать. Я хотел бы в вашу точку видеть зрение по поводу приведения афореза в нашу клинику. Я хотел бы, чтобы в эту методику мы как-то трансформировали нашу клинику на термополезную. Там как раз есть эндокринные заболевания, там есть фимонология. Есть отделение афореза, которой у нас нет в России, с помощью наших японских полей, ВАЗ. Я уже в течение двух лет за направлением работаю. Как вы читаете и перспективаете направление? Спасибо за вопрос. Очень важно вам позвонить. Ну, во-первых, может быть, кто не знает, интересно, без слов, объясню. Это аппарат по очистке крови. Причем это не простой диализ, который отделяет органы элемента от плазмы. А этот аппарат, он очищает целенаправленно. То есть он может абсолидировать иммунные тела и всю кровь, все обратно. То есть он очень эффективен для иммунных заболеваний, также для острых отравлений, для интоксикации, для любых эндокринных тоже патология. Эта технология давно развита во всем мире. В Японии она уже работает в последние 40 лет. Но она до нас не дошла. То есть мы пока остались на уровне плазмы в лесах. Конечно, надо знать правильный происход, давно нужно ее ввести и в кровь. Вопрос стоит в том, что японские фирмы, в данном случае Афгасеи, они, как и многие эмонские корпорации, очень осторожны. Поэтому какое-то время необходимо, чтобы они уже, конечно, здесь были, мы сами с ним не встречались. Но я надеюсь, что они немного войдут в кровь, потому что прошлогодние наводнения и катаклизмы, они довели их немного из крови. Я думаю, в ближайшее время, может, они войдут в кровь и помогут в крови. Уважаемые коллективы, все ваши нововведения будем поддерживать. А вот всегда это посмотрите. Посмотрите, какие это могут быть еще, какие общества нужно говорить. Все это поддерживают, поэтому я в течение двух лет и я веду переговоры. Конечно, результаты переговоры, чтобы выжить эту технологию в нашем Казахстане, в наших клиниках. Это авокарная технология именно лечения аутоиммунозаболевания и гепатита. Гепатит С у нас на сегодняшний день ПИЧ, сельское население. Это новые технологии, которые в России нет. И если мы, а когда к нам сейчас сходим эту методику, мы видим инновационные новые технологии в Японске именно клиники внутренних болезней. И я вот готов по знакомой методиктории мета-анализами, результатов исследованиями и этой методикой для внедрения в клинику внутренних болезней. Анатолий Петрович, ну, ты сам прекрасно знаешь, что вот эти три года, скажите, с работы ушли на то, чтобы восстановить нормальный объект лишний. Например, только в этом году мы нашли на один мая артики, провели капитальный в 96-ти объектах. Сейчас вот в этот год он и закончил, последний капитальный молодого аудиторного корпуса приведу его сведения. И вот обраску в виде нормального театра, учебного театра сделали, и на этом капитальный аудиторий закончился. И университета свободно. Но и так, как это нам, в данный момент, все возможное, мы можем сейчас и через год уже на 2-2,5 миллиарда закупать аппарат. Поэтому я огромно заинтересован в том, что все молодцы шли через нашу университету, если уж только только на цены. В прошлом году, например, мы на миллиарды хели оборужили, в частности, такие маяжи, которые кто-то видел, вот были же, да, цены практически на один сегмент, например, за него мы заплатили, что 50 тысяч долларов. То есть такие, например, на стоматологов в руках купили же станции законских этих маяжей по 20 тысяч долларов. То есть мы закупаем и будем закупать. Но с этого, может быть, еще с полгода вот эти, чуть-чуть привели, вот эти стены в нормальный время. И тогда это с 42-го полугодия и до следующего полностью готовы работать на инновации. Есть деньги, есть. Мы зарабатываем на хорошие деньги. Причем наш бюджет около 10 миллиардов, из них 60% мы сами зарабатываем. И я думаю, что мы сможем поддержать все инновации, какие мы должны быть. Это, ну, возвращая все кредиты, можно там купить, это тоже. Потому что это методика бау-бау. Хотя я понял, там… Вы там ставите вопрос в клинике, там купить там обувь. Да. Там обувь. Там обувь. Там обувь. Там обувь как-то. Ну, купить. Есть. Потому что, если мы не ускорим эту технологию, сейчас борются за эту технологию «РСИ». из «РСИ». Поэтому нам далеко все, что мы на работе над этим добавим. Я надеюсь, что мы надеемся получим. Сейчас вот мы боремся за то, что у нас нормальные вот такие проекты. И у всех рекомендуют. Быстрые. Так, пожалуйста, еще. Комментарии, какие-то, да, нас присутствуют здесь. А на примере только вот как-то Антон Мишельский. Вопроси. Так, пожалуйста.